С утра в одном из так называемых социальных магазинов вместе с рядовыми покупателями в очереди стояли представители антимонопольной службы, департамента экономического развития и прокуратуры. Задача контролеров – проследить исполнение законодательства в сфере ценообразования. Также проверяющие внимательно следили за работой продавцов, сравнивали ценники и реальную стоимость продуктов питания. Существует перечень продуктов питания, например, это хлеб, мясо, говядина, лук, морковь, их до 20 позиций. На которые соответствующими контролирующими органами должен проводиться мониторинг цен. Они являются основными продуктами питания и россияне их потребляют ежедневно в своем рационе. Поэтому выборка продуктов делается на основании вот этого списка. Чиновники департамента экономического развития на прилавках искали ивановскую продукцию. Оказалось, что в магазине местных производителей активно поддерживают. Практически полный ассортимент хлебобулочной продукции представлен ивановскими товаропроизводителями. Молочные изделия на 80%, мясные на 40%. Специалисты рассказывают, присутствие на полках ивановских товаров позволяет не допустить необоснованного повышения цен на продукты питания. Учитывая тот факт, что сейчас введены санкции со стороны Европы и Америки, представление на наших полках отечественных товаропроизводителей позволяет обеспечить импортозамещение на прилавках наших магазинов. Продавцы магазина давно поняли патриотичный настрой покупателей. Ивановские товары заслужили доверие. Цена на них также приятно удивляет. Салями домашние, Владимирская, вот как бы ее берут не очень. Но когда она в акции, люди все равно покупают. Но как бы больше спроса на ивановскую продукцию. Сюрпризом такая проверка для продавцов не была. О своем утреннем визите руководству магазина работники прокуратуры сообщили заранее. Выводы о росте или снижении цен сотрудники надзорных органов сделают в течение нескольких дней после изучения документов, предоставленных в магазине.